Привет-привет, и да, это всё ещё тот же Undertale. В общем-то, закончилась серия прошлой довольно интересной, и мне уже не терпится узнать, что будет дальше. И чёрт возьми, Санс, какого чёрта ты здесь делаешь? Я подумываю об открытии телескопного бизнеса. Обычно я требую 50 тысяч монет за использование этого крутого телескопа. Но, поскольку мы с тобой знакомы, это бесплатно. Чё скажешь? Посмотреть в телескоп. Мне понравился первый телескоп, он мне дал подсказку. Так, ищем теперь ещё одну. И здесь ничего нет. Сто процентов он меня сейчас как-то разведёт. Какого чёрта? Тебе не понравилось? Не волнуйся, я верну тебе деньги. Так, это что за чупакабра такая? Что такое звезда? Можешь ли ты её потрогать? Можешь ли ты её съесть? Можешь ли ты её убить? Ты звезда? Очень странный нип... Ой, блин, как здесь круто. Блин, очень хорошо. Мне очень нравится эта локация. Давайте сначала в шахту сходим или что это такое? Видимо, это просто проход. Ух ты! Наш старый знакомый. Ты всё ещё доброжное продаёшь в не самых удачных местах, да? Я перенёс свой магазин, но тут до сих пор нет посетителей. Давай я куплю тебе что-нибудь. К счастью, я придумал решение. Ударные карты! Каждый раз, когда покупаешь доброжное, ты можешь взять карту из сундука. Если соберёшь три карты, то сможешь обменять их на бесплатное доброжное. Они точно заманят покупателей обратно. Так, у нихрена у меня 150 монет. Давай я куплю себе ещё мороженого, потому что она неплохо хилит, и... Я, наверное, всё куплю. Супер, держи, твои карточки в коробке. Вы получили доброжное. Давайте глянем, что там за карточки такие. Карта в сундуке одна. Давайте я сначала куплю ещё раз пару раз доброжное, и посмотрим, что произойдёт. Два жука в сундуке играют в трёхкарточную игру. Взять карту? Да, извините, ребята, но придётся мне вашу игру закончить. Вы получили ударную карту. Поверх древних символов кто-то написал список из 21 вкуса. Слушай, ну ты просто мастер, я хотел историю изучать. Но что ты мне можешь предложить за это? Эй, у тебя три ударные карты. Как насчёт того, чтобы менять их на доброжное? Бесплатно. Вот, бесплатное доброжное. Понятно, оно абсолютно ничем не отличается. Ну, попробовать стоило. Чёрт возьми, опять этот охренительный саундтрек. Вы слышите часть разговора. Так что, у тебя нет никаких желаний для исполнения? Хм, только одно, но... Оно немного глупое. Так, очень интересно узнать развязку. И, блин, здесь какие-то лабиринты прям. Привет, это Папирус. Помнишь, когда я спросил тебя об одежде? В общем, та подруга, что хотела знать... Её мнение насчёт тебя крайне... Убийственно. Но я знал, что ты уже в курсе. И раз уж ты знал об этом, я сказал ей, что ты сказал мне, во что ты одет. Бандана, потому что я знал, конечно же, что после такого слишком странного вопроса, ты бы мог просто надеть другую одежду. Ты просто умница-разумница. Таким образом, ты в безопасности, а я никому не врал. И я никого не предал. Быть друзьями со всеми это так легко. Твою мать, Папирус, ну что это такое? Не получится со всеми дружить. Не говори так, давай, обещаю, что не будут смеяться. Ещё один цветок, наверное, остался, который всю развязку этой истории нам расскажет. Какого хера? Слышь, я тебя видел! Мне ведь это не показалось, да? Я ведь... Твою мать. Я потом просто при монтаже это замедлю. Здесь только что был цветочек, который был в самом начале игры. Я же говорил, что вот что-то с ним связано. Очень много загадок каких-то и тайн. Мне это нравится. Но главное, чтобы дали все ответы в конце игры хотя бы. Вот такие локации действительно пугают. Что это такое? Что это за херня? Это на хвост похоже какой-то. О, нет, это вряд ли хвост. Может быть, это огромная собака? Нет, это не огромная собака. Что это такое? Эй, там. Заметил, что ты был здесь. Я... Онионсан. Онионсан, слышишь? Боже. Это лук? Он за мной следит. Какого черта? Сраная луковица. Ты в водопаде, ха. Здесь круто, ха. Тебе здесь нравится, ха. Да, мне тоже. Оно мое самое любимое. Чертов анимешник, отстань. Даже несмотря на то, что здесь становится мельче, мне приходится сидеть тут все время, но... Эй. Все же хорошо. Это лучше, чем переезжать в город. И жить в переполненном аквариуме, как сделали все мои друзья. По-моему, ему здесь очень одиноко. Но аквариум все равно переполнен, так что даже если бы мне захотелось, я... Хотя это нормально, слышишь? Андаин все исправит, слышишь? Я уплываю отсюда и заживу в океане, слышишь? Эй, там... Это конец комнаты. Еще увидимся, развлекайся. Водопаде! Это было чертовски странно, и одновременно мне жалко этого Нипа, потому что он здесь совсем один, и иногда какой-нибудь странный парень вроде меня пройдет здесь. Так, еще одна какая-то табличка, которая, наверное, посвятит меня в курс дела. Северная комната скрывает великое сокровище. Так, а здесь чего написано? И этой силе нет равных. Конечно, человек не может забрать душу монстра, ведь когда монстр погибает, его душа исчезает. Потребуется невероятная сила, чтобы забрать душу живого монстра. Такс, это что такое? Пианино? Навязчивая мелодия отражается эхом в зале, хотите подыграть? Первых восьми будет достаточно. Так, я уверен то, что это секретный проход, и мне нужно сыграть на пианино какую-то мелодию. Хорошо, давайте попробуем. Как вам моя мелодия? Надеюсь, она была очень крутая. Хорошо, я сюда вернусь немножко попозже, когда найду какую-нибудь подсказку. Наверняка же здесь будут подсказки, да? И вообще, мне кажется, я пошел не в ту сторону. Давайте я вернусь налево. Блин, здесь столько развилок, что мне приходится туда-сюда кругами бегать. Кх, боже. Я забыл про этот сраный лук, и он меня напугал. Слыхал? Ты вернулся. И я расскажу тебе большой секрет. Я собираю группу, понимаешь? Она называется Red Hot Chibi Papers. Я успела придумать только название. И я не умею играть на инструментах или петь. В общем, как думаешь, мы прославимся? Блин, ну, давайте будем, как бы, добрыми со всеми. Ага, я тоже. Можно сейчас с тобой поговорить, Они-чан? Так, с левой стороны что-то неясное. Пара туфель балеток. Возьмете ли вы это? Я уже целый сет собрал. Вы получили пуанты. Это, конечно, здорово, но что мне делать с этим балетным сетом? Может быть, я Undine его отдам? И она будет ко мне хорошо относиться? В общем-то, ну, наверное, стоило сюда возвращаться. Я думаю, я не просто так взял этот предмет, и он еще пригодится мне. Это статуя. У основания ее ног кажется сухо. Довольно необычная комната, где только одна статуя есть. Это тоже не просто так. Пожалуйста, возьмите один. Хорошо, я возьму себе зонтик. Взять один или не брать? То есть у меня есть только возможность один зонт взять. Нельзя сыграть плохого парня. А-а-а. А я понял. Поставить зонтик на статуи? Да. Вы поместили зонтик над статуей. Внутри статуи заиграла музыкальная шкатулка. Да я гений просто. Как бы мне теперь... А-а-а, все, я вижу, вижу, вижу. Э-э, нолик вверх-вправо, нолик вниз-вниз-вниз-право. Нолик вверх-вправо, нолик вниз-вниз-вправо. Не спрашивайте, почему нолик. Просто я очень странный парень. Это больше на круг похоже, а не на нолик. Кружок вверх-вправо. Я забыл. Кружок вверх-вправо, кружок вниз-вниз-право. Все, я записал. Черт возьми, почему у меня такая отвратительная память? Опачки. Я думал, я опять что-то не так нажал, потому что так все утихло. Надеюсь, это того стоило. Что это такое? Это легендарный артефакт. Возьмете ли вы это? Блин, конечно возьму легендарный артефакт. Че бы мне выкинуть? Вынесете слишком много собак. Откуда у меня появился надоедливый пес? Надоедливый пес. Пес маленький, белый пес. Он крепко спит. Хорошо, я выкинул доброженное. Все-таки пса я выкидывать не буду, хотя я хрен знает, откуда он взялся. Это легендарный артефакт. Да, я хочу его взять. Я очень хочу взять эту штуку. Вынесете слишком много собак. То есть, пока у меня есть пес в инвентаре, я не смогу ничего с ним сделать. Я его использую. Слышь? Это мой артефакт. Ну и что это за херня? А можно мне артефакт вернуть, пожалуйста? Что значит пропал артефакт? Остатки от пса? Остатки от пса. Собачья вещь. Сияющий след, оставленный псом. Это очень странно. Я чувствую, что я сделал что-то необязательное, но это выглядит забавно. Но это был интересный такой мини-квест. Я хочу себе еще один зонтик. Мне можно? Отлично. Все, я хочу с зонтиком бегать. Какого хрена? Как ты всегда успеваешь попасть раньше меня в локации? Я не понимаю. Йоу, ты раздобыл зонт? Классно! Пошли. Кто ты вообще такой, чтобы я с тобой шел? Ты даже под зонтик не попадаешь. О, однажды нам дали школьный проект, где мы должны были позаботиться о цветке. Король, мы должны обращаться к нему мистер Дримур. Он пожертвовал свои собственные цветы. Он пришел в школу и рассказывал нашему классу об ответственности и всем таком. Что заставило меня задуматься? Йоу, как было бы круто, если бы Андань пришла в школу. Она могла бы побить всех учителей. Возможно, она бы не стала бить учителей. Она слишком крута, чтобы бить невиновных. Я невиновен, значит она не будет меня бить и я где-то уже видел этот замок. В самом начале игры была такая небольшая локация, где я видел этот замок. Мне кажется, что я что-то пропустил и иду не туда. Блин, мне нравится, когда такие локации необычные. Вот это из их числа. Она, конечно, коротенькая, но прикольная. Этот выступ слишком высокий. Ну, можешь мне подсадить? Йоу, ты хочешь увидеть Андайн, да? Взберись на мои плечи. Хорошо, а ты как? Йоу, продолжай идти вперед. Не волнуйся на мои счеты, я всегда найду, где можно пройти. Да, я уже понял. Ты просто, не знаю, находишь какие-то очень таинственные проходы, о которых я понятия не имею. Люди, напуганные нашей силой, объявили нам войну. Атака их была внезапной и беспощадной. Это побоище с натяжкой можно было назвать войной. Объединившись, люди стали невероятно сильными, в то время как мы слишком слабы. Ни одна душа не была поглощена, и почти все монстры были обращены в прах. Я встречу Андайн уже, наконец, или нет? Я понимаю, что серия уже идет как бы приличное время, но никаких сдвигов еще нет в прогрессе, и... Кажется, я ее встретил, да? Это клетка? Это же клетка, да? Я так и думал. Она поменяла атаку. Давай решим все мирным путем. У тебя крутая броня. Я хочу с тобой дружить, совсем уже дружу, почему с тобой нельзя? Я не хочу рисковать и пробовать натыкаться на эти шипы, я лучше по-мирному как-то все пройду. Не торопясь, потихонечку... Потихонечку у меня не получается. Так хорошо доджил, и в итоге все-таки получил я. Но, кстати, от этой атаки проще уклоняться, чем от предыдущей, я думаю, вы и сами понимаете. Выходи и сражайся по-честному, че ты тут копии свои из батюшка кидаешь? Ну, я пошел тогда. Ну, че ты делаешь? Ну, зачем такое делать? Что тебе вообще сделал? Вроде звук раздавался отсюда. Ох, ты упал, верно? Ты в порядке? Давай, вставай. Ти-Джой! Хм? Какое хорошее имя. Вы мне льстите. Мое имя... Ух ты, я прям на цветочках лежу. Это вода? Хрена себе. Хорошо, я буду стараться по мостику ходить. Ах, меня заставляют плавать. Это какая-то гора мусора. Куча мусора. Вы узнаете несколько торговых марок. Видимо, это отходы людей, которые сюда попали. Здесь нет никаких секретов в водопаде. А то я уже встречал один такой. Тут столько всего интересного. Это мини-холодильник. У него нет бренда, и выглядит он нетронутым. Внутри пара замороженных тюбиков еды астронавта. Взять один, конечно. Это, наверное, неплохая хилка. Коробка диска с аниме. Края покрыты отчаянными царапинами от когтей. Это вот тому луку надо отнести. Будет аниме смотреть по вечерам. Выглядит как обычный тренировочный манекен. Хочешь его побить? Не, я же все-таки хороший парень. Некоторое время вы смотрите друг другу в глаза. Я чувствую, что здесь даже манекены живые. Серьезно? Серьезно? Ха-ха-ха. Я это просто так ляфнул. Вы чего? Ха-ха-ха. Слишком запуган, чтобы сразиться со мной, да? Я призрак, живущий внутри манекена. Мой родственник тоже жил внутри манекена, пока... Не пришел ты! Когда ты заговорил с ними, они думали, что это будет приятный разговор. Но то, что ты сказал, ужасно, шокирующе, невероятно. Человек, я выполнил твою душу из твоего тела. Хрена себе, какой он злой. Безумный манекен преграждает дорогу. Я могу с тобой только поговорить и больше ничего. Ты говоришь с манекеном. Кажется, он не расположен к разговору. Никому от этого не лучше. Фига себе, ты даже драться планируешь со мной. Я думал, ты просто будешь стоять и смотреть на меня. О, вы, пустоголовые, смотрите, куда стреляете своей магической атакой. Они по нему, что ли, попали? Эй, ты, забудь все, что я говорил о магии. Вот эти полетят в него, да? Отлично, отлично, я понял тактику. Я использую души, чтобы перейти барьер. Меня поставят у окна дорогого магазина. Хех, тебе многого не надо, да? Чего они пристали к моей душе-то? Я теперь понимаю, почему меня Ториэль не хотела отпускать. Потом все, что я захочу, будет моим. Ох, ёх. А так и все сложнее и сложнее становится. Когда ты уже умрешь там? Я похилюсь, где мое отображенное? Ну давай уже, умирай. Плевать, плевать, плевать! Ну чё ты такой злой-то? Он наконец-то доджить начал. Эй, ребят! Ха, фига себе их много. Чучело, чучело, чучело! Помните, как я говорил не стрелять в меня? Что ж, отбросы, вы все уволены, вас всех заменят. Теперь ты узришь мою истинную мощь. Полагайся на проверенных людей. Механический шум заполняет комнату. Кто ж теперь будет? Робо-манекены, магический залп. Ой, даже такие есть. Да как-то и они особо много проблем не доставляют. Манекен указывает, как им стрелять. Это те же самые проблемы. Манекены другие, но проблемы те же самые. Ой-ой-ой. Давайте, прям в него. Херак! Финальная атака! Что сейчас будет? А вот это уже сложненько. Это реально сложно. Последняя ракета, давай давай. Ой-ой-ой-ой. Он мне так убить может. Чё-то это жёстко было. Невозможно. Эти ребята даже хуже, чем те. Плевать, плевать, плевать. Мне не нужны друзья. А, так вот чё он хочет. У меня есть ножи. Ты чё? Чёртов манекен, успокойся, пожалуйста. У меня кончились ножи. Но это не имеет значения. Ты не можешь ранить меня, и я не могу ранить тебя. Ты будешь сражаться со мной в вечность. Гляньте, как его плющит просто во все стороны и разносит. Вечность, вечность, вечность. Ха-ха-ха. Боже, как классно. Ой-ой-ой. А кто это его убил? Что это ещё такое? Кислотный дождь? О, а забудь, с меня хватит. Ну и давай, как бы. Не я на тебя напал. Напстаблок. Напстаблок. Давно не виделись. Прости, я прервал вас, не так ли? Как только я прилетел, твой друг тут же ушёл. О нет, вы вроде как веселились. О нет, я просто хотел поздороваться. О нет. Ну, теперь я пойду домой. Ой, эм, заходи как-нибудь, если захочешь. Но я не настаиваю. Я пойму, если ты занят. Всё в порядке. Не волнуйся. Просто захотелось предложить. Эй, стой. Я тебя отблагодарить хочу, и ты мне жизнь спас. Ох, ты правда пришёл? Прости, я не ожидал этого. Тут пустовато, но чувствую себя как дома. Слушай, у тебя даже компьютер есть. Чё тебе ещё нужно? Эм, хочешь послушать пару треков? Или типа того? Давай я сначала книжки почитаю. А, это CD-диски. Жуткая волна, послушайте его. А что ещё есть? На этикетке CD написано «Жутко мелодии». У тебя всё жутко? Ладно, давай попробуем. Как вам, ребят? По-моему, так себе. Давайте другой попробуем. Чувствую, что песня на него немножко похожа. Вам не кажется? Чё тебе в холодильнике есть? О, ты голоден? Мога достать тебе что-нибудь поесть. Это призрачный бутерброд. Хочешь его попробовать? Вы пытаетесь откусить кусочек призрачного бутерброда. Вы проходите сквозь него. Ох, забудь об этом. Ха-ха. То есть мне поесть нельзя, да? Я понял. После хорошего обеда, я люблю лежать на полу и чувствовать себя мусором. Это семейная традиция. Хочешь присоединиться ко мне? Ха-ха-ха. 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 Хорошо, следуй моим указаниям. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Такой отличный саундтрек просто. Вот мы и начали. Тебе нужно лежать так долго, сколько сможешь не двигаться. Ну, подвигаешься только если захочешь встать, я полагаю. Что-то я не особо долго продержался. Что же, это было здорово. Благодарю тебя. О, это мой телевизор. Там крутят шоу, что я смотрю. Временами. Чё по поводу компьютера можешь рассказать? На компьютере открыт браузер со вкладкой форма обмена музыкой. Хорошо, дом у него довольно интересный. Мне понравилось, особенно музыка его и... Лежать как мусор было весело. Закрыто. А кто здесь живёт? Судя по всему, как бы свет горит, значит там кто-то есть. Небось, половинка на пста блока, которая его игнорирует, поэтому ему грустно и он чувствует себя мусором. Ладно, а знаете что? Большое вам спасибо, что досмотрели до самого конца. Надеюсь, вам было интересно. Заметили, трек до сих пор играет. В любом случае, если вам понравилось, то тыкайте лайк и подписывайтесь на канал. Если вы ещё этого не сделали. И как обычно, пиз.